МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Александр Пшеничных, мастер спорта международного класса по самбо. Здравствуйте! Здравствуйте! Совсем недавно прошло первенство России среди юниоров по самбо в Рязани. Вы заняли второе место. Мы вас поздравляем с этим событием. Спасибо. Расскажите, как прошли соревнования? Данное соревнование является отборочными. Первое место отбиралось на первенство мира, второе место отобралось на первенство Европы. Сами прошли для меня очень тяжело, я бы так сказал. Я отборолся шесть встреч, пяти из них одержал победу. Вы совсем недавно перешли в весовую категорию? Да, я выступал в весовой категории до 62 килограмм. В прошлый год я весь выступал в весовой категории до 57. Насколько масштабными были соревнования? Много ребят приехали из других городов? Ну, как мне известно, приехало более 500 спортсменов из разных субъектов Российской Федерации, да. И соревнования проходили в Академии единопорств? Все верно, да. Сложные у вас были соперники? Какая встреча заполнилась больше всего? Я думаю, наиболее всего у меня заполнился третья встреча. Я всю встречу проигрывал 2-0. Остается секунд 26. Я делаю техническое действие на бал. Смотрю на табло, остается еще 16 секунд. Я проиграю до сих пор 2-1. И в конце за 8 секунд я еще раз бросаю на бал. И по последнему движению выигрываю. Вот это, мне кажется, самое заполнился на этих соревнованиях встреч. Скажите, откуда у вас такая страсть к спорту? Может быть, родители занимались самбо? Ну да, у меня отец, сам мастер спорта по самбо и дзидо. Он меня привел в этот вид спорта. Можно сказать, у меня с детства выбора не было. Он мой первый тренер. Он меня всему научил, за что я ему благодарен. А кто сейчас вас тренирует? Сейчас меня тренирует Савель Евгений Анатольевич. Мой второй тренер вот здесь, в Рязани. Есть ли у вас свободное время? Помимо спорта чем-то вы еще занимаетесь? Ну, помимо спорта я хожу в кино. Мой с друзьями в бильярд играем, в теннис, плаваю. Каждое воскресенье хожу на плавание. Но основное время занимает все-таки спорт. Ну да, у меня по две тренировки в день. Каждый день по две тренировки. В выходной считают только воскресенье. А учитесь вы где? Учусь я в Академии права управления на юридическом факультете. Третий курс. Если вспоминать самые значимые встречи для вас, какая была самая важная? Ну, я думаю, это было в октябре на первенстве мира среди юниоров в Ташкенте. Когда я боролся весовой категории до 57 килограмм. К этим соревнованиям я подходил очень особенно. Я гонял вес, убирал 8 килограмм, 65 я гонял. И когда я вышел в финал, я просто был рад. Во-первых, то, что вышел уже в финал на этих соревнованиях. А когда я еще и выиграл, у меня просто были неописуемые эмоции. А еще на этих соревнованиях я выполнил норматив как раз вот мастера спорта межриного класса. Получается и золотая медаль, и новое звание. А есть ли у вас какие-то талисманы, которые помогают вам выигрывать? Ну, может быть, есть, но я это не буду озвучивать. Поддерживают, наверное, близкие. Ну, да. Ну, вот мой отец, он из другого города, и он старается на каждое соревнование присутствовать, приезжать. И также еще с моей младшей сестрой. Вот тоже помогает кричить. И это помогает победить. Да, когда слышу их голос, сразу чуть-чуть уверенность себя чувствую. Эти соревнования только завершились, а какие планы на будущее? Куда теперь будете готовить? Ну, вот эти соревнования были отборочные. Как я говорил, вот сейчас в апреле будет первенство Европы, вот на которое я поеду в Болгарию. К ним буду готовиться. Можно сказать, можно выиграть. И первенство мира я выиграл уже, вот теперь первенство Европы я раз поеду. А на кого вы равняетесь? Есть ли у вас кумир в спорте? Цель просто есть. Какие цели, мечты у вас? Цель выполнить норматив вот заслуженного мастера спорта, и чтобы моему отцу прислали автоматически заслуженный тренер России. А что им нужно для этого? Для этого нужно по мужчинам выиграть чемпионат России и чемпионат мира среди мужчин. Как прошли соревнования международного класса? Чем они вам запомнились? Ну, вот на первенстве мира я выступал в последний день, в третий. Ты можешь сказать, в третий день спортивный может то ли перегореть, то ли не перегореть. Вот у меня получилось не перегореть. Первую встречу я провел с представителем из Киргизии. Вот, выиграл очень тяжело, 1-0. Вторую встречу я боролся с местным противником из Узбекистана. Трибуны его очень сильно поддерживают, я как сейчас помню, все прямо кричали. Его я выиграл 3-1. Так, в третьей встрече я боролся с представителем из Грузии. С ним у меня получилось все уверенно. Я уже знал то, что, ну, прорабатывал его, смотрел, как он борется на первенстве Европе. Это же представитель боролся на первенстве Европе в апреле до этого. Вот, я знал его манеру борьбы, и его я выиграл с явным преимуществом. А в финале, вот, я боролся с представителем из Монголии. Он являлся прошлогодним вице-чемпионом. Прошлый год он также боролся в финале и проиграл. Вот, я тоже его знал, знал его манеру борьбы, был готов к нему, и выиграл его болевым приемом, который называется «Ядвига». А что это за прием такой? Ну, это ногами на руку был его прием. Мой, можно сказать, коронный. А какие у вас еще есть коронные приемы? Ну, еще в стойке у меня коронные броски. Это спина с колен, бычок, зацеп. Одни из самых моих любимых приемов, которые меня всегда выручают. Как вас встретили с победой? Как близкие относятся к вашему выбору? Как они реагируют на победы? Ну, вот после первенства мира меня все поздравляли, мне было очень приятно. Я ощущал, как будто это мой второй день рождения. Просто все звонили, поздравляли от души, прям так. Ну, близкие меня встретили так же. Хорошо, как и всегда. Они всегда меня поддерживают, даже когда я проигрываю, не дай бог. Всегда рядом со мной. В любой момент помогут. А есть какие-то приметы у спортсменов? Я думал, каждый спортсмен есть свои приметы. И она у меня тоже есть. Какие? Приведите нам пример. Ну, перед началом встречи я сажусь, можно сказать, почти на колени. Там думаю, что буду делать сейчас, перед свистком. Анализирую все и иду бороться. И попытаться выиграть. Как вы думаете, что помогает победить? Ну, это упор на тренировки, труд, терпение и труд, все перед трудом. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин